Город-курорт по-прежнему в цене. В буквальном смысле. Стоимость проживания в санаториях Белокурихи достигает до 12 тысяч рублей в сутки. А с этого года за проживание в отелях, пансионатах и гостиницах туристы платят еще по 30 рублей ежесуточно. Но туристический поток не уменьшился, а остался на уровне прошлого года. Так только в санаториях курорта Белокуриха за лето отдохнуло больше 10 тысяч человек. Туристов вполне устраивает и уровень сервиса, и цены. В том, что Таиланде дешевле, как вы к этому относитесь? Ну да, ну вы знаете, до тех пор, пока я не приехала сюда, я тоже считала, что нужно беречь родину и отдыхать за границей. Ну да, дешевле, наверное. Ну вот, к примеру, если я выезжаю с детьми без супруга, все-таки предпочитаем отдыхать здесь. Нормальный сервис здесь, в принципе, вполне. Ну здесь довольно-таки дорогостоящий, правильно? Ну, дорогостоящий, но мы сравнивали с кавказскими минеральными водами, там, наверное, еще дороже. Минимальная стоимость проживания в сутки в курортах Белокурихе – 2700 рублей. Сюда входит проживание и питание. Никакой дополнительный сервис за эти деньги не включен. Если же турист хочет поправить здоровье, то цена возрастает в два, а то и в три раза, в зависимости от вида лечения. Итого, недельное проживание на курорте в среднем обходится в 35 тысяч рублей на одного человека. Отдыхают, как правило, целыми семьями. Правда, в основном жители других регионов. К сожалению, жители Алтайского края к нам приезжают в меньшей степени. Все-таки аграрный край и доходность, возможно, не позволяют пользоваться нашими услугами. Процентов около 80-75 – это все-таки жители нашего Сибирского федерального округа. Жители Алтайского края предпочитают более бюджет и отдых. В здравницу они, конечно, едут, но останавливаются, как правило, в частных домах или на квартирах, где арендовать жилье можно всего за 500 рублей в сутки. Да и курортный сбор платить не нужно. 30 рублей за день, может и немного, но за 4 месяца со всех курортов, а их около 30, собрано почти 8 миллионов рублей. Деньги обещали вложить в развитие инфраструктуры города. Определиться, куда именно пойдут средства власти региона должны были к концу лета. Сейчас ведутся дебаты, и у нас в городе в том числе, куда же будут направляться. Но это теринкуры, это дороги на курорт, это тротуары, это скульптурные какие-то композиции. Вариантов масса, но пока итогового решения нет. А в правительстве региона уже активно обсуждают вопрос повышения стоимости курортного сбора. Со следующего года она должна вырасти почти в два раза и составить 50 рублей. Сами же предприниматели пока категорически против такого нововведения. Говорят, еще рано. Валентина Скирова, Андрей Печоркин, Евгений Андреев. Наши новости.